здравствуйте дорогие подписчики и гости моего канала сегодня опять я с вами наталья и мы сегодня будем готовить с вами вареники с вишней но самое главное я покажу вам мой рецепт теста это тесто хорошо подходит под пельмени под вареники короче под все но ночь необычен и так поехали для этого нам понадобится 3 стакана муки 1 яйцо 1 чайная ложечка соли и стакан горячей кипяченой воды именно кипятка для начала в миску мы ложим 3 стакана муки 1 2 и 3 стакан это пока откладываем а в стакан мы кладем где-то около чайной ложки соли вбиваем туда яйцо и хорошо размешиваем очень-очень хорошо размешиваем продолжая мешать выливаем три четверти стакана кипятка и добавляем до полного масла растительного все вливаем полученную смесь в нашу муку и размешиваем и теперь я уже перехожу на ручное ручной труд собираю все в один комок вот таким образом все мы собрали смотрите миска практически чистая и сейчас вымесим немножко на столе смотрите нам даже не нужно подпылять стол мукой настолько это тесто эластичное получается и хорошее знаете она мягкая приятная я так думаю что будет очень хорошо с ним работать тесто мы вымесили сейчас я его положу в мешочек и дадим ему отдохнуть и минут 15-20 пусть полежит прошло 15 минут наше тесто немножко отдохнуло и мы можем продолжить работать с ним тесто гладкое мягкое мне оно очень нравится и мы отрезаем от него несколько кусочков и наверное все таки подпыляем потому что я буду раскатывать своей машиной она не любит без подпыления вот так вот возьму две штучки остальное пока положим с божьей помощью уже раскатали но машину мою пора уже выкидывать надо брать новую а так долго она мне служила я работаю такой формочкой очень удобно вот такая она у меня чтобы они были ровненькие красивые наши варенички раскладываем все вишенки у нас без косточки вишенки у нас замороженные потому что сезон уже у нас закончился вишен так что готовим с замороженных ну и залепляем наши варенички вот так вот таким образом лепится тесто очень хорошо мы предварительно поставили немножко подсоленую воду она у нас уже закипела и сейчас мы будем опускать наши вареники у нас кастрюлька маленькая поэтому я буду опускать маленькими партиями вареники практически поднялись после того как вареники всплывут нужно варить ровно пять минут все таймер сработал и мы вытаскиваем наши вареники обратите внимание вареники не расползлись ничего целенькие мне очень понравилось это тесто работать с ним одно удовольствие и ни один вареник не повредился при варке вот такие варенички у нас получились ну и что и последний наш такой вот шаг это мы посыпаем вареники с сахаром и ждем когда они немножко приостынут потому что кушать их лучше в остывшем виде все друзья наши вареники с вишней готовы вы также можете делать вареники с клубникой допустим с черешней это тоже вариант со вы выглядит хорошо выглядит отлично с тестом работать но просто мне понравилось очень понравилось так что давайте пробуйте подписывайтесь ставьте лайки а я с вами прощаюсь всего доброго и до новых встреч